очень необычное начало что мы здесь делаем вообще зачем мне это нужно все получится мы очень разбалованы просто сильный поступок уйти нам легче в этом моменте разойтись ничего не делать а тут принял решение мне все-таки нужно вернуться и там вернулся у каждого автора есть свой подход и своя аудитория команда должна быть собрана правильно опять все завязано на благословение которое бог дает нам в плане коммуникации которую нас заложено как мы любим других учить мы только еще начинаем а я думал уже заканчиваем шок-контент давайте вот я бы начала сначала дорогой господь я безмерно благодарен тебе за то что мы имеем возможность с ребятами встретиться для того чтобы поговорить о твоем слове ты знаешь боже что все мы переживаем волнуемся для нас это новое дело и мы нуждаемся в твоей силе в твоей мудрости чтобы мы размышляя над словом твоим в первую очередь для себя нашли ответы на свои вопросы увидели тебя в нашей жизни и могли прославить благослови во имя иисуса молим аминь но я если честно очень рад тому что имею возможность сегодня с вами встретиться мы еще никогда с вами не записывали вот так вот размышления над священным писанием и конечно же на я думаю что каждый из вас для себя задает вопрос вообще зачем мне это нужно или что мы здесь делаем до что мы здесь делаем почему мы здесь вот что мы можем вообще людям рассказать я хотел бы чтобы мы могли показать вот христа в нашей личной жизни так вот те темы о которых мы будем размышлять они находят отражение в нашей жизни жизни людей мы с вами имеем разные профессии мы даже с вами разные по возрасту вот нас объединяет одно что мы живем в одном городе и приходим в одну церковь на поклонение к богу мне кажется это очень хорошая возможность просто на самом деле глубже погрузиться что-то лучше узнать потому что когда мы между собой что-то обсуждаем слышишь другие какие-то мысли идеи то чтобы ты никогда в жизни не подумал просто читая библию поэтому классно что мы собрались и я думаю что все получится а еще мы иногда обсуждаем одинаковые темы только в своем кругу каком-то узком и слаживается впечатление что ты знаешь как бы вот эту позицию с этой стороны и она как бы такая нормальная правильная но не то что правильно но как бы она тебе приятное а тут ты можешь услышать что-то с другой дискуссия интересно но интересно что вот этот стиль подкаста да мы вроде бы как бы здесь находимся сами но с другой стороны камеры которые смотрят на нас это как глаз который наблюдает и кто-то будет смотреть возможно что-то возьмет для себя новое что-то хорошее вот и наш опыт кому-то поможет я хотел вас спросить а вот вы на самом деле любите больше читать слушать или быть может вы уже то поколение как для которых лучше смотреть смотреть слушать мне кажется есть сферы в которых ты больше читаешь не сферы в которых больше слушаешь а и сферы в которых больше смотришь то есть если именно что-то для такое освободить мозг от всего то это будет смотреть лично для меня если хочется какую-то информацию все-таки получить то это или слушать, или читать. Интересно, что, в общем-то, изначально же человечество не так сильно умело писать, и не было написанных книг в достаточном количестве. И первоначально библейская истина или библейская весть, она передавалась из уст в уста. Мы читаем в Священном Писании, что люди приходили на какие-то праздники, на какие-то встречи, где кто-то им рассказывал, то есть они слушали. И вот наш современный мир, он возвращается к тому, что, несмотря на то, что человечество достигло определенного прогресса, да, люди научились читать, книжный станок запустился, но мы сейчас переходим все время на цифру, мы переходим на то, чтобы слушать, на то, чтобы смотреть, и иногда я задумываюсь, неужели это мы и движемся в обратную сторону? Мне кажется, это просто естественный ход вещей, потому что раньше, когда не было книг, люди просто слушали, потом появились книги, то есть это просто улучшение технологий для того, чтобы информация быстрее доходила до своего адресата, так скажем, потому что вот недавно я услышала такую мысль, что сейчас за 15 минут иногда мы и слышим, и видим, если мы что-то смотрим, видим информации больше, чем наши прадеды за всю свою жизнь. То есть больше визуальных каких-то картинок поступает в наш мозг за 15 минут, чем за всю их жизнь. И поэтому это нормально, естественно, и то, что сейчас наш мозг готов это все вмещать, как бы ищутся новые пути, это классно. Мы очень разбалованные просто. Поэтому у нас есть... Может, я нестандартный, но я не могу слушать. Ну, я могу слушать, но я не воспринимаю, так и не запоминаю. А тебе что удобнее на завтра? Я увидел, и пока не увидел, ассоциации какие-то. А вот, ну вот пример с Марк, с книгой Марка. Я прослушал два раза аудиоверсии, но когда я уже прочитал, я просто запомнил там циферки, ага, это этот текст, это вот эта глава, структурировано более, чисто для меня. Мне сложно на слух воспринимать и структурировать эту потом информацию в голове. Легче увидеть, либо прочитать. Ну, когда человек впервые знакомится с Библией, с Евангелиями, он открывает эту книгу, будь то бумажный вариант, электронный, или начинает слушать, или, быть может, даже кто-то смотрит. Возникает такой интересный момент. Ну, а зачем было писать четыре Евангелия? Разве недостаточно было, чтобы один кто-то, ну, внимательно все изучил, или, значит, перерасспросил, и написал один такой объемный подробный труд, и на этом точка. А так приходится слушать или читать, или даже смотреть целых четыре варианта, и, в общем-то, между собой даже и отличающихся. Я, например, посмотрю фильм один раз, и понял, что я его не понял, нужно еще раз почитать, посмотреть, потом еще раз посмотрел, окей, хорошо, еще раз посмотрел, потом похожий фильм, если это какая-то тема, то есть, которая меня очень интересует, например, да, какая-то там science, то реально, чем больше есть разных фильмов, разной информации, чем больше ты пересматриваешь, тем больше все равно тебя, как бы, залаживается, потому что, к сожалению, у каждого, как бы, фильма и у каждого автора есть свой подход и своя аудитория. То есть, мне почему Марк нравится, он реально идет как пулемет, прошел все факты, закончил, и, как бы, ты много информации за короткое время получил. Вот, другие ты почитаешь истории, то они больше идут помедленнее, деталей чуть, может, больше будет. Но это для людей, которых, наверное, чуть-чуть больше времени, наверное, есть, которые могут себе сесть там на полчаса и задуматься. У меня ассоциация в голове, что это как какие-то мероприятия, там, свадьбы или еще что-то, и заходишь в Инстаграм, и там, листаешь полчаса. С одного и того же мероприятия просто разные выставляют там свои какие-то сторисы, фотки. Ты так, а, ну, сегодня там был 4 of July, или там еще же все там салюты выставили, или какое-то, ну, там, просто событие там произошло, кто-то приехал или еще что-то, и каждый пытается это поставить. А у нас это северное сияние было. Листаешь, листаешь, все увидели это северное сияние, и ты уже, хочешь, не хочешь, тоже увидел. Может, так же и с Евангелия. Один, второй, третий, четвертый. Я не уверена, что те, кто писали Евангелие, прям подходили с какой-то философской идеей, что мне нужно написать Евангелие, потому что этот мой соратник, да, который уже написал, он вот это вот не указал. Мне не очень близок подход, в принципе, в разборе чего-либо, вспоминая историю еще в школе, да, когда мы разбирали стихотворение, и там, анализ стихотворения, вот, автор использовал много шипящих для того, чтобы показать звук ветра. Ну, как бы, я в это не очень верю, не совсем я могу себе это представить, что каждый из них писал бизнес, ну, как бизнес-план, зачем мне это нужно, для кого, какая моя аудитория, то есть, нет. Мне кажется, это просто было от нехватки способов передачи информации, то есть, мы с вами сейчас имеем миллионы способов, куда мы, где мы можем зайти, посмотреть, почитать об одном и том же, по сути, но из разных источников. Тогда весть Божья только распространялась, в каких-то местах знали, в каких-то местах еще не знали. Мне кажется, информации было действительно недостаточно, и люди, кто могли, у кого была возможность, кто был достаточно образован, чтобы написать не просто, это, Христос был там, делал то-то. Сухие факты какие-то, да? Да. Аминь. Все. То есть, кто обладал талантом написания информации в хорошем, красивом виде, они искренне хотели этим послужить. Я верю и надеюсь в то, что действительно они так делали, потому что это урок для нас, чтобы мы так делали, свои таланты использовали для Бога. Интересно, мне понравилась мысль, которую Денис озвучил. Он говорит, ну прям так все сжато, вот как будто для современного человека. Понимаете, без лишних деталей, все конкретно, то, что нужно, выдал и все. Мне, например, больше нравилось бы, если бы там было побольше, пошире написано, то есть побольше всяких красок, ярких. Нет, а здесь все конкретно. Я вот, знаете, обратил внимание, нас здесь четверо, да, как будто, в общем-то, четыре разных евангелиста. И знаете, ведь на самом деле каждый из нас на протяжении вот наших бесед будет представлять свое евангелие от Марка. Понимаете, это будет свое евангелие, свое видение, свой какой-то контекст и свои уроки. И в этом, наверное, и есть красота, что Бог позволяет разным людям рассказать о нем вроде бы одну и ту же историю, но посмотрите, они же передают разные моменты. То есть для Илоны важно одно, для Дениса другое, для Назара третье, а для меня совершенно четвертое. В этом, наверное, и преимущество и красота того, что мы можем увидеть не одну серию того или иного фильма, да, а была одна серия, а стало там семь серий, да. Вот. Кто-то написал одну книгу, потом решил, что нужно добавить к ней еще какое-то дополнение. И в этом прелесть. С разных сторон. Иногда даже одно слово, то есть история одна и та же, просто одно слово другое, и на этом уже строятся целые теории. Потому что оно очень часто меняет смысл. Иногда не просто даже эмоциональную какую окраску, а даже смысл меняет там какой-то последовательности или еще чего-то. Поэтому, конечно, картинка разная, но в общем все это и делает какую-то картину общей. Другой режиссер. Я сейчас подумал, они вообще задумывались о том, что их вот эти письма будут настолько изучать, вникать в каждую букву или там запятую, или точку с запятой. О, здесь точка с запятой, поэтому здесь он имел это в виду, или он это. Мне кажется, они просто, ну, как бы историю, они свои опыты передавали. Вообще точек вам не было. Ну да, вряд ли они там задумывались. Оказывается, там... Это как шипящие миттон стихотворения. Скорее всего, там будут сильно изучать. Поэтому я здесь и сидит неделю, думает тут поставить точку или запятую. Если бы они знали, они бы, наверное, ничего не писали. Да, я тоже так думаю. Вы знаете, я вот сейчас это самое, я подумал, интересно, а вот мы тоже сидим здесь с вами, пытаемся размышлять над Евангелием от Марка. Но поверьте мне, люди, которые посмотрят это, они разберут это очень досконально. Где что было не так, не по тем канонам, не по тем правилам. Ну так мы люди устроены. То есть мы вроде бы беседуем между собой, но если эту беседу кому-то показать другим, то их заинтересует. Что-то может смутить, что-то может заинтересовать. Ну а что вообще, как бы, как вы думаете, автор вообще влияет на то, что он пишет? Его образ жизни, его какие-то жизненные позиции, его мировоззрение. Что мы вообще знаем об авторе этого Евангелия? Кто был Марк? Кто он такой? И зачем нам это? Нужно это знать вообще или нет? Интересно, я с моей женой вчера разговаривал, она думала, что это один из апостолов. Я тоже, честно думаю, потому что мы что сейчас смотрим и думаем, где же Марк? Марка нету. Пока я тут урок не получил и не понял, что он его потом был. Тебе надо было написать в комментариях, вы куда дели Марка? Вот я, наверное, согласна с Денисом в этом плане, потому что, мне кажется, я никогда вообще не размышляла о том, кто эти люди. Я знала, что Лука — это врач, и знала, что Иоанн — это Иоанн. Всё. А кто такой Матфей? Кто такой Марк? Как бы казалось, что это неважно, но на самом деле, когда сейчас читали, изучали информацию, стало очень интересно, потому что история не просто такая обычная, что вот есть какой-то ученик, он шёл, а потом записал. То есть, ну, кажется немножко простым. У этого человека была история. Он не совсем такой очень простой человек, да, с которым просто вот он весь такой правильный, святой, всегда всю жизнь был, и поэтому мы можем на него полагаться, на его мнение, потому что вот он идеальный, а он вообще был неидеальным. То есть у него были свои ошибки, моменты, да, моменты, на которых он оступался. Ну, или обычный человек со своими эмоциями, страхами. Да, да, да. То есть в том-то и дело, что он показывает, что он такой же, как мы. Ну, а чё сразу ошибался? Поставь плечо ему назад. Ну да, я просто чуть-чуть себя приравниваю, испугаться — это нормально. Ну, давайте тогда объясним, почему. Да, потому что он... О каком испуге ты ведёшь речь? То есть Марк, Иоанн Марк, да, это был помощник Павла. Да. И... Какое-то время, да? Да. У меня есть комментарий, кстати, в Библии. Вместе с силой, да, они шли? Да. То первый поход или первое путешествие, да, Миссионерская. Да, у Павла. Это был его помощник. И он в какое-то время, в какое-то время дал просто заднюю и ушёл со служением. Ну, скажем так, да, ушёл со служением или с помощью. И вероятнее всего он был молодым человеком в тот момент. То есть когда вот это начиналось вот это первое миссионерское путешествие, то, когда мы читаем о нём в одеяниях, да, вначале это говорится о нём, как о части семьи какой-то женщины благородной, да? Да, то есть это не то, что... Богатой женщиной, да, потому что у неё дома была встреча верующих людей. Да, да, да. То есть если бы он был бы уже взрослым человеком со своей семьёй, то вероятнее всего о нём бы не было так сказано, что вот он. То есть вероятнее всего он был молодым человеком. И по молодости было не всё так легко. Ну вот, я бы хотел это, кстати, заметить, что мы почему-то со своей вот этой такой точки зрения, что вот это он как бы плохо поступил. Нет. Здесь не вопрос плохо. Здесь вопрос, что какие-то есть моменты, в которых мы, возможно, если бы он смотрел на себя, да, вот когда он уже через 20-30 лет оборачивается, он бы, наверное, мог подумать, что надо было тогда действовать по-другому. Мы иногда тоже про себя так думаем. Мы не говорим, что мы делали плохо или ещё что-то. Мы говорим письма себе, да? Да, то есть мы говорим о том, что надо было бы как бы что-то сделать по-другому. Надо было всё-таки пойти или, наоборот, не пойти. Да, но я ещё имею в виду, что он бы не был таким человеком, которым он стал из-за того, что он ушёл. Каждое действие нас строит и делает такими, какими мы есть. И вот Марк проявил, с другой стороны, это сильный поступок – уйти. Ну, потому что… Да, да, да. Это же нужно сказать. Кому сказать? Да. Можно просто юлить и там продолжать как бы делать и ничего не делать. А тут принял решение и так проявил. Ну, нет, мне всё-таки нужно вернуться. И там вернулся. Я не смогу, ну, как бы, да, согласна, типа, честно посмотреть на себя. Чуть-чуть приостановимся, да? Мы знаем с вами, что об Иоанне Марке или о Марке в основном написаны книги Деяния апостола, да? Значит, вы озвучили уже тот факт, что его мама была достаточно богатой женщиной, потому что в её доме собиралась группа, да? И когда Пётр был освобождён из темницы, то он пришёл именно к дверям её дома, да? Значит, и так получилось, что уже в Деянии 13 главе мы встречаем эту историю, где Варнава, где Павел и Марк, да, они вместе отправляются в первое миссионерское путешествие. Подождите на минуточку. Сделайте паузу. Что значит первое миссионерское путешествие апостола Павла? Как первый компьютер. Это да, это первое… Это революция. Это революция. То есть до этого христианство, скажем так, оно находилось практически всё время в Иерусалиме, да? Они жили той вестью, что надо находиться там, проповедовать своему народу. Но после смерти Стефана воздвигаются гонения на церковь, и церковь начинается расходиться. И Бог из себя избирает апостола для язычников Павла, то бишь человека, который в основном-то напишет потом большую часть Нового Завета. И вы представляете себе, Денис, что этот известный человек, например, берет тебя с собой в своё путешествие первое. То есть хорошо, когда уже есть второе, третье, уже какая-то протоптанная дорожка, да? Кто-то уже ходил, но всегда те, кто идут первые, это первопроходцы. Кто-то открыл Америку, кто-то открыл… Самое тяжёлое. Это самое тяжёлое. И вот он идёт вместе с ними, и, как вы уже сказали, что-то происходит. Через время мы читаем в Евангелии от Марка и в книге Деяний, там в 13 главе, в завершении, что он решил возвратиться обратно. Что-то произошло в его внутри. Может, он устал, может, не рассчитал свои силы, может, посчитал, что уже достаточно, может, как-то не получалось у него. Может, у него были какие-то другие планы на свою жизнь. Может быть, да. И он возвращается. И мы видим, что из-за этого даже Павел и Варнава, они между собой спорят. И очень сильно спорят. И, в конце концов, их пути расходятся. Но вы знаете, почему? Варнава – это же родственник с Марком. Да, между прочим. Опять всё завязано на родственниках, да? Вот никуда от них не деться. Поэтому Варнава взял его с собой. Он его взял с собой. Но, смотрите, скажем так, он поступил, может быть, более мягко как-то, да? Как Павел так вот? Как бы так жёстко, да? Прямо отрезал всё. И он уже не хотел больше его с собой никуда брать. Мне кажется, мы буквально на днях рассуждали о семейной жизни, что те… мы говорили о мужьях. Те мужья, которые имеют в себе достаточно крепкий стержень для того, чтобы какой-то бизнес совершить, им очень сложно дома быть мягкими. Ага, понял. Кто лидер такой? Да, да. То есть ты не можешь быть совсем разным человеком. То есть бизнес, если это ещё какой-то большой, да, серьёзный бизнес, он требует определённых качеств характера, жёсткости. Не всегда, ну, часто достаточно. И потом дома, да, тебе надо бы по-другому себя вести со своей женой, проявлять мягкость там. Но тебе очень сложно переключиться. Не то, что переключиться, это ты есть, ты такой, ты с таким стержнем. И поэтому кто-то выбирает себе мужей, которые могут там заработать на, я не знаю, на всё, что они там… что нужно, да, но они должны понимать тогда, что не всё будет гладко в плане каких-то таких тёплых… Что дома иногда придётся подчиняться. Тёплых отношений, да. А кто-то выбирает другой путь. Здесь, мне кажется, то же самое. Если бы Павел был бы мягким, он бы не был бы Павлом. И не было бы миссионерских путешествий к язычникам, да? Да, да. То есть определённые качества характера нужны для того, чтобы быть Павлом. И поэтому он здесь конкретно в этой ситуации поступает так, как должен был бы поступить. Он не мог поступить по-другому. Он категоричен. То есть для него белое и чёрное, да? Да, он знал, что он должен делать. И поэтому он был таким, как скажем, прямолинейным иногда. Требовательным. Да, и поэтому он смог в конечном итоге донести эту весть. Да, и Дарима дошёл. Но он и к себе, понимаете, он же и к себе предъявлял эти требования. Не так, что я от Дениса требую, да, а сам в это время как бы по лёгкому пути иду. Нет, он требовал себя и требовал себя на Марк. Я про себя думаю, вот, если бы я взял свою команду, например, у меня тоже там 4 человека или 3 человека, и мы идём в тяжёлые путешествия. И у нас есть миссия, то есть цель. Это не просто мы пошли гулять, и типа каждый сам за себя, да. И если я должен выбирать своих людей, и меня кто-то оставляет, ну реально это даже мою гордость зацепит. Типа, то есть я надеялся на человека, я же знал, что я правильное решение делаю, и сейчас он меня бросает. Вот мне кажется, это тоже может быть одним из фактов, факторов, которые, из-за которых я бы больше с этим человеком не хотел никакие events делать. Из-за того, что просто ты меня подвёл, и ты подвёл, как бы ты меня оставил, это окей, я справлюсь. Но то, что ты меня, во-первых, перед людьми мои, например, да, моими коллегами, которые там были, ты оставил. Во-первых, во-вторых, это ты подвёл меня перед собой. Я не знаю, а что, это обидела Марка поведение? Поведение Павла, вот мне интересно, какие чувства у него были. Он что, чувствовал себя униженным после этого, что вот, он меня уже не берёт во второе путешествие. Какие у него были чувства из-за этого? Ну мы не знаем этого. Ну вот, поэтому мы, ну точно, не обязательно, что вот поведение Павла произвело какие-то негативные эмоции у Марка. Может, ну просто, ну не сошлись, команда, да, может быть и такое. Мне кажется, большое благословение как раз в том, что мы все разные люди. То есть вот есть связка, да, Варнава и Павел, и они разные. Кому-то было суждено дойти далеко, а кто-то был, Варнава был нужен. Это не то, что Павел не мог бы пойти просто один, ему в любом случае нужен какой-то соратник. Конечно. То есть всегда нужна пара, и у него есть Варнава. И Варнава не такой, как Павел, он другой. Да, но из-за Иоанна они расстаются. Варнава уходит с Иоанном Марком, а Павел вынужден себе брать нового спутника. И он его себе нашел. Да, и дело Божье от этого не пострадало. Конечно, конечно. В этом-то и дело, что у нас есть, все мы разные люди, и каждый из нас найдет себе человека, с которым он сможет создать семью. Кто-то там... Какой-то бизнес, да? Да, то есть кто-то может какое-то дело создать или служить. Мы все разные люди. С кем-то нам будет легко, с кем-то будет тяжело. Это не значит, что человек плохой. Это значит, что конкретно наши черты характера не сходятся. Нам нужно найти другого человека, с которым мы будем более продуктивны. Да, классные мысли, между прочим. Ну а что в результате получилось-то с Марком? Что, когда Павел отказался с ним дальше путешествовать, скажем так, на Марк был поставлен крест, или как-то по-другому сложилась его судьба? А что мы с вами знаем из книги и деяний, из других посланий? Для него это только начало было. Он был еще молод, да? То есть первое... Наш успех строится на ошибках. Это то, что я слышал. И я, честно, по себе тоже могу сказать, потому что если бы я не падал, если бы я себе колени не раздирал, то тяжело дойти до того места, если у тебя ничего не болит. То есть к тому месту я имею в виду не то, что к успеху, но к каким-то целям. К цели, к любой цели. Да, спасибо. Любой цели. Но в результате мы с вами читаем Евангелие от Марка. Вы понимаете? И христианская история говорит, что Марк имел долгое общение и путешествие с Петром. И, скорее всего, те истины, ту весть, которую Петр ему передавал об Иисусе Христе, он в конце концов записал. И вы представляете? Мы сегодня с вами начинаем размышлять над Евангелем неудачника. Человека, который, в общем-то, отправился в самое первое, самое важное путешествие на каком-то этапе по разным причинам. Мы до конца не можем их понять. Да, он сдался, повернул назад, решил следовать своим каким-то целям. Но в конце концов он встретился с Петром, он путешествовал с Варнавой, он написал это Евангелие. И тот же Павел потом будет писать свои послания, и во многих из этих посланий он будет упоминать Марка как хорошего и надежного человека. Но между историей в Деянии, где он отказывается идти, и уже теми посланиями пройдет где-то 10-15-20 лет. То есть, достаточный промежуток времени. Другой человек, который также активно с Павлом сотрудничал, Лука, он затем напишет Евангелие от Луки, напишет Нику Деяни, где он и опишет историю, видно уже со слов Павла, как произошло вот это, почему Павел отказался от Марка. Но с другой стороны, сам Павел спустя годы, когда будет писать письма различным церквям, он напишет, что вообще-то Марк это хороший посвященный брат, который заслуживает доверия, который очень много делает для дела Божьего. Как это так? Что за метаморфоза? Это не метаморфоза, это жизнь. Это жизнь во Христе. По-другому это не назовешь. То есть, ты идешь, это путь, он разный, он может быть немножко извилистый, о, там могут быть какие-то ступеньки вниз, ступеньки вверх. Мы идем, растем, развиваемся. Второй момент, он взрослеет. Вот, взросление, просто человеческое взросление тоже дает очень большое влияние на жизнь человека. То есть, мы по-другому мыслим, мы становимся более крепкими в своих убеждениях, почему наших бабушек очень сложно в чем-то переубедить иногда, потому что они уже устоялись. Да, мы становимся больше на них похожи. Ну, к сожалению, к радости в каких-то моментах. Здесь то же самое, то есть, он растет, развивается, и он становится по-настоящему крепким христианином. И поэтому Павел уже тоже смотрит на него совсем другими глазами. Он видит в нем другие вещи, он видит в нем не то, что он сомневающийся какой-то человек, он уже видит в нем крепко стоящего на ногах человека. Мне кажется, что все-таки команда должна быть собрана правильно, в том плане, что отношения между собой. Ну, мне сложно работать с человеком, который меня не так понимает, или я его не так понимаю. Нам легче в этом моменте разойтись. Это не значит, что я его унижаю, или не значит, что он меня унижает и предает. Ну, не всегда. Поэтому, ну, это нормально. Просто по характерам и по темпераментам не сходимся. Нам лучше правильно, ну, разделили команды. Это же нормально. Ну, не знаю, как тогда бизнес-модели, бизнес-менеджмент тогда, что кто-то учил кому-то, рассказывал, как это делать. Ну, это естественным образом произошло. Ну, не сошлись, и по-моему, все. В другой раз я возьму человека, который будет для меня, наверное, более эффективный, по его мнению. Все, от Варнава взял Марка, более для него эффективный. И да, дело же пошло. Все нормально. И очень часто получается, как вот я замечаю, да, в каком-то служении, в котором ты идешь, ты пробуешь, какие-то люди просто сами по себе уходят из этого служения, потому что не всем подходит такое именно служение. Хотят чем-то другим заниматься, и это тоже нормально. Кто-то какое-то время пройдет, вернется, кто-то не вернется, и все хорошо. Это нормально. А люди, которые остаются в этой команде, которым близко это, которые нашли взаимодействие между собой, они становятся ближе, ближе, ближе и ближе. И на этой очень близкой связи, которая все крепнет, и служение крепнет еще сильнее, потому что люди уже понимают друг друга просто с полуслова, с полувзгляда. Это благословение, которое Бог дает нам в плане коммуникации, которая у нас заложена. Очень важно пробовать. Вот это для себя тоже в жизни. Вот если ты что-то не попробуешь, ты же никогда не будешь знать. То есть как Марк, да, у него в первом походе не получилось, но если бы он не попробовал, может он бы никогда и второго похода не имел. Может бы никогда он не возрослел, может Павел бы никогда не увидел в нем вот этого нового человека, про которого вы говорите. То есть если ты не попробуешь, ты не узнаешь. И оно может болеть, и это нормально. Поэтому это нормальный процесс вернуться, остановиться, продумать все вот эти моменты, почему тебя болело. Стоит тебе еще раз попробовать? Если стоит, пробуй еще раз, может с другим подходом, и может в следующий раз у тебя получится лучше. По поводу талантов еще раз, да, хотелось бы, наверное, добавить. Это то, что не всем суждено было написать Евангелие и послание. Не всем было это суждено, было много миссионеров, они шли, мы не знаем, у нас нет Евангелия от Варнавы. Да, нету. Нет. И даже от Павла. Хотя некоторые называют весь корпус посланий, который написал Павел, что это Евангелие от Павла, но у нас нет жизнеописания жизни Иисуса Христа от Павла, а есть от Марка. Интересно, что после того, как Павел, скажем так, не смог найти общий язык с Марком, да, с ним нашел общий язык Петр. Я как-то задумал, сейчас слушаю вас, и мне в голову пришло, как я ему слушаю, ну а Петр же тоже был своего рода неудачником, потому что именно для него три раза пел петух, да, и он отвернулся от Бога. Но он пережил вот этот опыт, когда Бог ему говорит, слушай, любишь ли ты меня, да, любишь ли ты меня, то есть он пережил опыт прощения Богом, принятия, то есть Бог принял неудачника Петра, и Петр стал, ну, столпом церкви, да, мы знаем, как многое Бог через него потом сделал. Вот действительно похожее происходит в жизни у Марка, и когда Петр встречается с Марком, Петр мог ему сказать, слушай, Марк, я расскажу тебе, каково это, когда ты сворачиваешь с правильного пути, предаешь своего Бога, а он говорит, нет, давай со мной, оставайся. И поэтому я сейчас буду читать Евангелие от Марка, уже буду стараться глазами Марка, человека, который пережил неудачу, да, который вот что-то понял в своей жизни, и с другой стороны, вместе с Богом он смог это перерасти, как вы здесь говорили, да, стать выше, стать больше всего этого, повзрослеть и выдать нам вот такое сжатое, я сказал бы, вот для поколения современного мира, где все четко и ясно, жизни и описание Иисуса Христа. Самое важное было в них всех, они все разные, Петр тоже, кстати, Евангелие не написал, хотя как бы у него вся информация была, но самое главное и самое важное, что в них было, это просто желание служить, желание оставить все какие-то свои домашние дела, свои какие-то стремления карьерные, они хотели просто рассказать об Иисусе, И каждый из них это сделал по-своему, кто-то что-то написал, кто-то не написал, но они свою жизнь на это положили, просто для того, чтобы действительно весть о Христе узнали все, ну, кому они могли рассказать. Мне уже, если честно, не терпится, чтобы мы начали с вами наконец-то читать, мы так много говорим о том, что он написал, да, вот, и какова была в жизни, мне не терпится уже начать читать. А я думал, мы уже заканчиваем. Так, нет, ты что, мы только еще начинаем, это все было, всего лишь было прелюдия, сейчас самое интересное, сегодня мы с вами прочтем всего лишь 15 текстов, будем читать небольшими блоками, ну, мое такое предложение, просто будем читать и делиться своими мыслями, что мы увидели в этом отрывке, как он работает для нас сегодня, не для людей, которые жили в то время, да, для нас, людей 21 века. Кстати, Денис у нас, да, работает в бизнес-компании, пытается продвигать бизнес, да, Назар занимается IT-технологиями, Илона занимается воспитанием мужа и детей, вот, ну, а я являюсь пастором, и мне кажется, вот, будет интересно посмотреть, мы потом с вами договоримся, кто из нас будет, Иоанн, Марк, Матфей, Лука, окей, значит, но будет интересно посмотреть, как на один и тот же текст мы с вами смотрим по-разному. Начало благой вести об Иисусе Христе Сыне Божьем. У пророка Исаии написано, вот, впереди тебя посылаю я вестника моего, он приготовит путь твой. Голос громко, взывающего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Во исполнение этого пророчества явился Иоанн. Он крестил в пустынных местах и проповедовал крещение в знак покаяния для прощения грехов. И шли к нему со всех концов Иудеи. Шли и все жители Иерусалима. Они признавали грехи свои, и он крестил их в реке Иордане. Вот так вот, да? Вот так он начинает свое повествование об Иисусе. Очень необычное начало. Да, некоторые, между прочим, отмечают, что единственное, что Марк добавляет свое во всем этом Евангелии, это первый текст. Начало благой вести об Иисусе Христе Сыне Божьем. Все остальное, это он берет просто цитаты Иисуса Христа или других людей о нем. Мы с вами, читая это, сможем убедиться, но как-то вот так он сразу с ходу, вы понимаете? Вообще нет никакого, по сути, вступления. Если бы я была бы Марком или любимым другим, кто писал, да, автором Евангелия, я бы точно бы наверняка написала, что о ком будет история. Ну, здесь написала, да, об Иисусе Христе, но я бы написала, где он родился. То есть я бы начала сначала. Так, мне кажется, ты похожа больше на Матфея. Хотите, прикольно. Это как мы этот подкис начинали. Я бы даже привет не говорил в камеру, а Саша сделал introduction. Поэтому это как у кого подход, наверное, идет. В том-то и дело, что когда мы читаем, мы видим, что они все разные, и мы иногда, кажется, были совсем бы по-другому начали, потому что, ну, а может быть, кто-то не знает, кто такой Иисус Христос. Вот что здесь вот написано, люди получат это Евангелие, да, письмо, о чем, о ком, как будто предыдущие страницы просто потерялись. Либо он знал, кому он пишет. Возможно. Если я вам рассказываю, то я же не буду вам писать адрес, куда приехать ко мне, если я вас приглашаю в гости. Вы уже знаете, где я живу. А если это первый раз человек, я ему так слушаю вот туда, там, то... Может, он, ну, как бы целевая аудитория его уже была ему изместна. Возможно. И он знает контекст тех вопросов, тех, значит, движений, которые происходят среди людей, которым он пишет это, да? Даже если бы я начинала так, как начал бы Марк, то я бы, наверное, сначала поставила, что вот был такой Иоанн, рассказала бы о нем, да, что... А потом бы написала, что он пришел в исполнение пророчеств. А он начинает совсем по-другому. Он сразу дает пророчество, он сразу дает отсылку в прошлое к писаниям, которые они знают, а потом только говорит, а вот Иоанн, он как бы вот из-за вот этого всего, что было вышесказано, он поэтому здесь и существует. То есть очень необычный подход. Ты раньше говорила, что вот люди, которые в бизнесе, да, например, находятся, они чуть-чуть жестче, или у них как бы ровные подходы, и как бы зрение у них намного четче, чем, может, у некоторых людей. И вот я подумал, это привело к тому, что Павел был тоже, наверное, такого темперамента. Я почему-то думаю, что Петр тоже где-то таким тоже был. Сто процентов. Да, и вот интересно, что Марк пишет с таким же самым подходом, то есть четким, ровным, он знает, что он хочет, он сразу факты кидает, он сразу говорит, что это здесь записано, и он как бы не смотрит по бокам, он просто идет ровно и не сворачивает. И вот интересно, может быть, что это как раз и передалось Марку, что помогло ему взрасти, то есть там он, может, колебался, падал, и потом он видел, может, пример Павла, пример Петра, да, и он как раз, они помогли ему стать вот этим взрослым мужчиной. То есть ты видишь здесь, даже вот в, как скажем, в плане написания, да, ты видишь здесь влияние на знамников. Но так же и в нашей жизни происходит, да, люди, с которыми мы соприкасаемся, они так или иначе, они на каждого из нас влияют. И тот человек, который знает наш хорошо, зная нашу жизнь, глядя на нас, он скажет, о, слушай, а вот это он взял от этого, а вот это от того. И это неплохо, друзья мои, да, когда мы являемся частичным отражением наших наставников. Ну, не всегда это хорошо, вы знаете, иногда появляются какие-то слова, и ты думаешь, почему я это говорю постоянно? То есть какое-то слово появилось, и ты постоянно его повторяешь и понимаешь, что оно просто от кого-то пришло, и ты такой, нет, это не мое слово, не мое слово. Но смотрите, как Марк начинает свое повествование, вы знаете, это можно сравнить даже с тем, что вот ты просто спишь, вот бывало у вас такое, когда ты спишь, и просто утром кто-то приходит и начинает вас будить, потому что вы что-то проспали. Вам нужно срочно вставать, это вот просто как кто-то вклинивается в ваш сон. Вот это вот первое предложение, оно сразу все расставляет на свои места. Вы представляете, он пишет это, значит, христианской общине, которая в основном состоит из евреев, вот, которые все время ожидали мессию, который должен был прийти, и вот просто здесь как холодный душ, он сразу говорит, послушайте, вот этот Иисус, вот я сейчас начинаю повествование о нем, это тот, который был и был сыном Божьим, которого вы все ждали. Проснитесь, да, он уже здесь. И Илона Калсана ты подметила, отсылка к ветхозаветним пророчным, то есть сразу Марк пытается показать, что это не некая случайность, да, то есть это не самозванец, вот, что уже давно пророки проповедовали о том, что должен прийти тот, кто приготовит путь к Богу, да. И по сути этим человеком, в соответствии с пророчеством, Марк показывает, что будет Иоанн Креститель. Вот интересно мне, вот из этих текстов, какова вообще роль была Иоанна Крестителя? Зачем необходимо было его служение? Неужели Бог не мог прийти сам, грубо говоря, без этой красной дорожки, которая перед ним расстилает Иоанн Креститель? Я об этом думала вот последние дни, и честно, так и не смогла найти какого-то прям четкого ответа по этому поводу. Потому что иногда, иногда есть, кстати, похожие вопросы, что вот есть пророчество об Иисусе. Вот Иисус просто жил или он пытался соблюсти эти пророчества? А, то есть он следовал по ним, да? Есть то же самое, то есть есть пророчества, в которых говорится об Иоанне, да, о котором мы говорим, что вот Иоанн нужен был для того, чтобы просто эти пророчества соблюлись. Ну, то есть, чтобы факт случился, люди увидели какие-то общие черты, сказали, да, так это оно. Или же все-таки какая-то конкретная миссия была у него? Да, ну, соблюсти пророчество, но тут ни от кого это не зависело, тут сложно подделать это. Но думал ли он на себе сам, что он является, скажем так, той личностью, о котором пророчествовала здесь мы с вами видим у нас и Малахия, и Исаия, да? Мне кажется, нет, потому что, ну, я подумала, что нет, потому что, мне кажется, именно Марк как будто бы увидел эту связь. Вот такое ощущение, что он увидел, что, а вот оно что оказывается, вот, 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 и вот он, и он решил прям с этого начать, потому что это такое большое откровение для него было, что он сам увидел эту взаимосвязь и увидел, что Бог, оказывается, изначально предопределил весь этот вот ход, и поэтому он, видя это, это было сказано еще пророками, и он решил прям с этой такой новости, которая шок-контент, давайте, вот, вот оно объявление яркое. Он писал, ну, он, Марк, он знал, кому он адресует свое письмо? Ну, вы знаете, друзья, нам сложно говорить спустя долгий период времени, кому конкретно он писал. Просто если да... Он писал в христианской общине, а она, в основном, в первую очередь, состояла из евреев, которые знали, скажем так, писание, и очень хорошо его знали. Вот тогда, если так, то вот можно тогда понять, почему он так прямо и пишет. Он, может быть, где-то даже их не то что упрекает, но, ну, слушайте, вы же писание знали, вот, смотрите, пророчества были, а вы либо не хотите это принимать до сих пор, либо, ну, вот, пророчества же, я вам прямо в лоб говорю. Вот, расставил все точки, объяснил и пошел дальше. Ну, судя по всему, смотрите, мы с вами, когда читаем Евангелие, да, мы видим, что ученики во время того, как Христос находится с ними, они многого не понимают. И даже после того, как его распяли, Лука пишет, что ученики идут по дороге в Имаус, им приходит Христос, и они говорят, да, вот был такой, его распяли, к сожалению, он умер, и у нас больше нет никакой надежды. И Христос начинает им изъяснять Писание, то есть Христос им рассказывает, где в Писаниях Ветхого Завета говорится о нем и его приходе. И тогда они говорят, о, наконец-то до нас как бы что-то начинает доходить. Вот нечто подобное, наверное, и здесь. Марк спустя время уже, выслушав истории от Петра, выслушав истории от Павла, да, он, скажем так, суммирует уже, потому что, возможно, это Евангелие было написано даже первым. Есть сейчас идут богословские споры, кто первый, Марк или Матфей написал, да, мы не будем выдаваться, но это одно из первых, понимаете. И, скажем так, Марк уже передает даже не столько свою точку зрения на некоторые вопросы, а он суммирует уже общее понимание истории Иисуса Христа, которая сложилась в этой христианской церкви, да. И он говорит, что... Пробует записать то, что все знали, как бы обсуждали, говорили там на каждой встрече, да, они встречались и говорили об Иисусе. Просто это уже было записано для того, чтобы и другим можно было передать это знание. Сто процентов. Как, смотрите, как Божий народ будет выходить из Египта, да, и Моисей является тем лидером, через которого Бог его выводит, и, по сути, Моисей является тем, кто готовит путь для Бога, чтобы он смог на горе Синай, да, передать народу те законы, которые он замыслил, заключить завет с народом израильским. Точно таким же образом здесь у нас появляется Иоанн Креститель, который готовит людей. Вы представляете себе, что он их крестит в реке Иордан? Эй, попробуйте, значит, вот это древний город Иерусалим, вот это Иудея, вот это Израиль. Люди, которые уже после возвращения с Вавилонского плена, они веками ждут того дня, когда придет Мессия. Крещения до этого момента не было? Оно практиковалось, да, в различных направлениях иудаизма, но не так массово. Вот, кстати, Марк описывает интересно, он пишет, что крещение от грехов. Покаяние, да? Да, покаяние и прощение грехов, то есть обряд крещения в то время, мне кажется, подразумевалось теми людьми, как просто, что, альтернатива жертве или как? Ну, как бы, прощение грехов, зачем крещение тогда? Вот это интересно, а мы сейчас тоже связываем крещение с Заветом. Мне интересно, те люди понимали, была у них связь крещение с Заветом или просто же как, понимаете, ну, такое тоже. Это мы уже сейчас с дальних времен себе уже над этим можем думать тогда, вот, не знаю. Находились ли все они в Завете? Конечно, находились. Естественно, да, они, да, они же евреи. Вы же помните, что в Израиле было установлено Богом правило, ты родился, на определенный день должен быть обрезан, и ты автоматически находишься внутри этого Завета, да? Но, находясь внутри этого Завета, они ожидали Мессию. Они, не зря потом Иоанн в конце скажет, что придет тот, кто будет воскрестить Святым Духом. Они ожидали, что исполнится пророчество Авраама, что благословение получат все народы, пророчество Иоиля, что с приходом Мессии и зальется Дух Святой на свой народ. И поэтому они чувствовали, что вышли уже из плена Вавилонского, а жизнь, она не меняется, Мессия не приходит, мы до сих пор находимся в рабстве, да, мы до сих пор чего-то ждем, какого-то освобождения. И поэтому, когда люди видят, что появляется Божий пророк, а так к нему и относились, потому что, читая Евангелие, мы видим, что многие спрашивают, кто же там этот Иоанн, да? И он говорит, да, вот он, этот пророк, да, он крестит, да, были религиозные омовения, они подразумевали очищение от определенных видов, но здесь интересно, Иоанн пишет о покаянии. И есть такое интересное слово в Ветхом Завете, которое описывает слово покаяние, это разворот на 180 градусов, то есть такое ощущение, что Бог через Иоанна Крестителей говорит, эй, подождите, скоро я приду. Вы помните, что было в горе Синай, когда они с Моисеем подошли к горе Синай, они должны были совершить определенные вещи, они должны были омыться, да, они должны были очиститься, они должны были там вести определенный образ жизни, не прикасаться никому, чтобы заключить завет с Богом, да. Вот нечто подобное Бог здесь делает. Я, когда читаю это Евангелие, то есть у меня начинаются вот эти события библейские поворачиваться в голове и складывается впечатление, что происходит зарождение какого-то нового народа, да. Бог начинает зарождать какой-то новый народ. И Иоанн Креститель в этой роли выступает как новый Моисеем, который готовит этот новый народ. И мы видим, что люди откликаются. Что самое интересное для меня? Это удивительно. Люди откликаются. Вот вы понимаете, они идут и написано, есть у меня так написано, шли все жители Иерусалима, они признавали грехи свои, а он крестил их в реке Иордан. То бишь что-то внутри, да, заставляло этих людей идти. Интересно, что сейчас для нас, для современного человека, если бы вот по описанию мы увидели бы человека из грубой верблюжьей шерсти, даже в нашем климате, в принципе, ну как бы нормально было бы, не замерз. Но бедра опоясывал простой кожаный пояс, пищей ему были акриды и дикий мед. Вот, но я не знаю, насколько бы этот учитель был бы популярным. Но для того, для тех людей это было не так. Я так предполагаю, что... Это не было слишком экстравагантно. Да, вот, поэтому, когда мы читаем как бы сквозь уже призму своего такого современного, да, подхода, нам кажется, это совсем дико. Но тогда это было не так, всё очень странно, но всё равно я не думаю, что это была среднестатистическая диета человека, и как бы всё равно он вёл отшелинческий образ жизни. Но в нём была миссия, то есть он знал свои миссии, когда он говорит, что я воскрешу, но он знал, он знал, что он делал. Но он на этом заканчивал. Да, он не знал, он не... бывает такое, что ты анализируешь, да, вот что-то и видишь, что вот это была первая ступень. Она вроде в отрыве от всего остального, да, то есть человек не подразумевал там ничего такого, но он большой вклад, когда какие-то большие открытия, да, делаются, то есть один там маленький лифт, когда изобрели, да, кто-то изобрел какую-то там пружину, которая позволяла что-то там делать, он просто изобрёл эту пружину, но потом другой человек взял эту пружину и построил там лифт, я просто пример, да. Но здесь не такая история. И он знал, что он этап, он не просто проповедник, который должен вот это делать, он знал, что за ним идёт Иисус, он знал, что он этап, но не самое важное, он не конечная точка в этой работе. Это очень круто, потому что ты понимаешь, что он общался напрямую с Богом, у него было вот это вот понимание этой миссии. Фильм вышел недавно, Иисус Революшн называется. Кто видел, это тоже в Америке, когда приходило вот это хиппи, как раз, да, и вот это хиппи как раз, я могу представить где-то, что вы где-то так же самый Иоанн, туда и шли куда-то. И честно, вот мне интересно было увидеть как бы на сюжете фильма, как вот этот пастор принимал вот эти хиппи, потому что он думал, что они вообще как бы отшельники и туда даже идти не надо, потому что это как бы ловушка сатаны. Но в реальности, потому что он молился, он увидел, и Бог ему послал хорошего человека, с которым он познакомился, и он ему открыл как бы другие двери, он понял, что ему нужно поменять подход, чтобы начать как бы свое служение вести по-другому, по другой как бы стиле, чтобы взять сотни тысяч людей и привести их к Богу. То есть ему нужно было как бы, наша же история об Иисусе не меняется никогда, что меняется, это упаковка. И вот если мы будем находить правильные подходы вот в то время, когда Иоанн был, вот мне кажется, всем так уже, всех достали вот эти фарисеи так сильно, что Иоанн просто перепаковал это по-другому. И вот люди поэтому к нему и шли, потому что они хотели что-то свежее, они хотели что-то хорошее, они хотели что-то искреннее. И вот... Да, классная мысль, слушай. Ну а вот смотрите, вы когда-нибудь бывали здесь в Америке на концерте каком-нибудь большом? Да. Я хотел вас просто вот так попробовать провести правильный с современным миром. Перед выступлением основного, на кого вы покупаете билеты, что обычно происходит? И это так достает, потому что говорят, приходи всем, ты приходишь всем, и еще 50 минут слышишь кого-то другого. А зачем, чтобы разогреть публику? Ну да, а я считаю это классно. Пример сейчас. Это как, например, у меня картинка. Мы приходим на служение в воршип какой-то. Тишина, там сели, сидим, все. И тут в каком-то моменте выходит группа прославления, и ни с того ни с сего они сразу динамическую песню какую-то, да? Это круто. Нет, я не подготовлен. Ты сидел, ты релаксировал, да? Я вообще не был еще в контексте, правильно? Я не подготовлен ни эмоционально, ни духовно, и я не понимаю. То есть мы не на одной волне. Мы чуть-чуть на разных себе, может быть, даже мыслях. А тут вот подготовка, тебя вот это и называется разогрев, тебя разогревают, тебя подготавливают к тем эмоциям, которые сейчас должны прийти, чтобы ты это правильно понимал. Это очень хороший пример для того, что вот YouTube и разные служения с YouTube или какие-то концерты, человек включает, смотрит какую-то часть вырезанную. Он вообще не понимает, он там никогда не был, он не понимает ни атмосферу, ни состояние этих людей и такой, а, и делает свои какие-то выводы, потому что он вообще не в контексте. Так же и тут, ну, пришел Иисус, народ не в контексте, он ничего не понимает, он вообще, у меня тоже, это чуть в сторону отойду. Я, наверное, тебя вернем. Пройти, да, пройти Марка, прослушать или прочитать, у меня такое ощущение сложилось, что народ, он настолько был какой-то необразованный, мне кажется, простой, в своих каких-то заботах. И разрыв между фарисеями и людьми простыми очень огромный в плане развития, социального, да, образования и плюс финансовый. Это прям, и прям видно, как себя чувствуют фарисеи и народ. И вот это то ли простость народа, простота, необразованность плюс, она привлекает, Иоанн привлекает этих людей, потому что, о, что-то новенькое. Он нигде не учился, да? Внимание, да, и плюс, если люди еще такие в плане образования, естественно, им нужна подготовка. Да, фарисеи там есть, они преподают, второе, это учители, кто когда учил народ, фарисеи себя учили, они приходили, красовались, это же время проходило. И вот этот разрыв, у меня такое впечатление сложилось, вот есть какая-то иерархия себе, вот это высшая каста, а это... Обычный народ. Да, помните, там же в Евангелии Таана будет написано, что фарисеи скажут, что этот народ? Да, они невежда, да? Да, и плюс вот это, тут начинается, вот это Иоанн начинает какую-то революцию внутри власти, появляются люди, на которых обращают внимание, а не на нас. Это что такое? Всегда мы были, мы должны диктовать, второй момент, мы должны учить, как они любили учить. Кто-то делает это вместо нас, да? Во всем марке видно. Они только учили. Учить и учить, а это пришел новый учитель. У нас забрали хлеб насушний. Все, что мы делали всю жизнь, это кого-то учили. Ну, Назар, я тебе хочу сказать, 2000 лет спустя ничего не изменили. Я так хочу сравнить. Мы сейчас, как мы любим других учить? Говорить, что делать, показывать, рассказывать. Подожди, Назар, ну некоторые даже за это деньги получают, например, как я. То есть, ну что ж ты хочешь? Я же учился, и мне хочется вас поучить всех, да? Вот. Это естественно. И когда кто-то начинает учить вместо меня, я чувствую, эй, подожди, кто-то забирает мой хлеб, да? Вот нечто подобное там происходит. И вот это вот пример с разогревом. На самом деле, это же они с Иоанна взяли, да? Иоанн Креститель, он был задуман Богом, как тот, кто правильно сказали, разогреет народ, да? Подготовит его для чего-то более важного. И интересно, что Иоанн большего и не хочет. Он не требует, не говорит, эй, Господи, подожди, что ты сейчас будешь здесь играть главную роль, да? Нет, давай-ка я все-таки. Мы знаем из других Ивангелий, из истории церкви, что у Иоанна было очень много учеников. И, к сожалению, многие из них так и остались всего лишь его учениками и не пошли за Иисусом Христом. Но те, кто слушал Иоанна внимательно, да? Вот даже когда мы здесь с вами читаем Евангелие, где он постоянно говорит, но идет за мной больше. Вот его задача была разогреть народ, как вы сказали, да? Показать им, что Бог недовольствуется формальностью. Матфея напишет, что Иоанн, по-моему, даже в Евангелии, что даже книжники и фарисеи приходили к нему. Иоанн у них спросит, вы зачем ко мне пришли по рождению Ехидны, да? Зачем вы пришли сюда креститься ко мне? Эй, подождите, что происходит? Но все это привлекало людей и настраивало. Создавало вот эту вот остановку. Вот-вот, уже близко, да? Вот-вот-вот, скоро, вот оно должно что-то случиться. Ну и давайте посмотрим, что же должно было случиться. В то время из галерейского народа Назарета пришел Иисус. И тоже был крещен Иоанном в Иордане. И когда Иисус выходил из воды, Он в тот час увидел раскрывающиеся небеса и Духа, спускающегося на Него в образе голубя. И с небес прозвучал голос, Ты, Сын мой, любимый мною, в Тебе моя радость. Вот оно как, оно интересно, да? Если Иоанн крестил людей, мы читали выше, для того, чтобы они могли покаяться, да, повернуться. Да, очистить грехи. Очистить их грехи. Тут приходит уже самая главная личность, да, как мы с концертом сравнивали. Главное, ради кого мы купили все эти билеты. И он для чего-то тоже принимает крещение. Вот здесь вот интересный вопрос. Многое до сих пор христиане об этом спорят, пытаются понять. Вот мне было интересно послушать вашу точку зрения. Зачем Иисус принимает это крещение? Он же был безгрешным, ему не нужно было омывать свои грехи. Как вы думаете, что побудило его? Ну, это был пример, во-первых. Потому что теперь мы тоже крещение как бы принимаем. То есть, если бы Иисус не принял крещение, то мы бы не принимали его, да? Во-вторых... Очень большая вероятность, потому что мы ученики Христа, а мы не ученики Иоанна. О, классное замечание. Во-вторых, вот здесь как раз это как бы... Вы меня исправьте, если неправильно скажу что-то, или не зайду туда, куда не надо. Ты не переживай, исправлять мы умеем. Святой Дух сошёл на Иисуса только после крещения. Вот эта троица, да, о которой мы говорим, Отец, Сын и Дух Святой. Вот, мне кажется, вы меня исправьте, но что крещение соединило вот три в одно. То есть, они стали одним цемом, потому что Дух Святой сошёл на Иисуса, и теперь, потом Бог сказал, что да, это мой сын возлюбленный, и теперь он уже начинал свою миссию. То есть, это какая-то поворотная линия, да? Знаете, как в игре, вот, например, там есть такой ролик, сюжет тебе рассказывает об игре, и потом какой-то момент наступает, что ты уже начинаешь играть эту игру. И вот это получается, что до этого, об Иисусе, вот эти 30 лет, что было, это всё был, как бы, ролик, сюжет, и вот, после крещения, вот, просто он начинает, как бы, быть основным героем этого сюжета. Выходит на первый план сразу, да? Возможно, это что-то было наподобие передачи «Стафетной палочки». То есть, это момент, в котором они не просто встретились, да, они просто пожали друг другу руки и сказали, ну, всё, теперь твоя очередь. Это был момент очень яркий, это был момент обрядовый, то есть, это был момент, да, то есть, момент, в который они встретились, в который Иоанн передаёт, как будто, всё, вот он, как бы, он готов. Вот это вот слово ты сказала, момент обрядовый. Я хочу чуточку вас натолкнуть на одну идею. Ну, а вы не помните, что в Ветхом Завете происходил определённый обряд, когда изливали елей на голову? Да. Что это был за обряд? Посвящение? В царе, да. В царе, да? Мы с вами знаем, что в Священном Писании излитие елей символизирует собой что? Как излитие Святого Духа, помазание, да? То бишь, мне кажется, что сейчас происходит, ну, точно, как вы говорите, не просто рядовое событие, не просто там вот что-то либо. Это новый этап в жизни Иисуса, то есть он с этого момента начинает своё публичное служение, да? А вот этот момент с голубем, вот в нескольких вариантах где-то я читала, что увидел Иоанн, что сошёл голубь, вот, в варианте, который сейчас читали. Вот, насколько это было явно, вот это вот сошествие голубя, голос Божий, просто если это было только, как бы услышал только это Иисус или только Иоанн, это не было таким ярким событием. Ученики тоже вроде бы, со жилья где-то читал в каком-то из Евангелия, что ученики тоже видели, некоторые, не все. Поэтому, может, это были тоже избранные люди, которые это видели. Здесь у меня ссылка в Библии, можно нажать, оно «он» с большой буквы, либо «он» с маленькой, имеется в виду Иоанн. То есть авторы делают какие-то замечания, что это либо Иисус увидел, либо Иоанн. Ну, про учеников не знаю. Просто если, если как бы был голос Божий слышен для, там, не двух человек, да, для большего количества людей, то это такой, конечно, очень яркий знак. Если нет, то в любом случае Иисус Христос крестился, люди всегда были, людей было очень много вокруг Иоанна, и он сказал, что вот он. Опять же, мне кажется, это свидетельствует о том, что люди были какие-то чуть-чуть. Ну, как можно быть таким затянутым? Ты же видишь, сколько всего вокруг происходит, ну, как бы чудеса какие-то. Хотя у них, с другой стороны, и демоны они видели, так что им, ну, там, какой-то голос с неба. Может, они на это так обращали внимание? Ну, Назар, ну, общество было значительно религиознее, чем сегодня, да? Оно было пропитано, это не сегодняшнее секулярное общество. И все, что происходило, так или иначе, связывались с Богом, с его действиями, для кого-то с Богом истинным, для кого-то с другими богами какими-то, да? То есть ничего не происходило просто так. Все привязывалось к вере, то есть люди болели, потому что грешно. Ну, да, да, да. И во всем так. Да, ну, часто ты слышишь голос с неба, там, это сын мой, или там, ну, голубь, ну, хорошо, да, голубь это такое. Да, различные источники говорят по-разному на этот вопрос, и, наверное, лучше всего будет нам в будущем просто спросить у самого Иоанна, значит, насколько далеко было слышно, да? Но, в общем-то, написано интересно, что небеса раскрылись, то есть происходит что-то необычное. Иисус помазывается, да, помазывается на служение, вот как этот ветхозаветний принцип используется даже цитирует, вот фраза вот эта «ты сын мой возлюбленный», это же цитирование Псалма 2-7 текст, где написано «ты сын мой возлюбленный», да? Иисус начинает это новое служение, и Иоанн передает ему, по сути, все права. Теперь уже Иисус идет на первом месте. Учитель, главный учитель. Да, он главный. И это в первую очередь нужно было, конечно, и для Иисуса, потому что он назван, с одной стороны, Сыном Божьим, с другой стороны, Сыном Человеческим, да? То есть, чтобы он понимал, что у него начинается это служение, что Бог рядом с ним. Это заверение Отца, да, что ты не один. С другой стороны, мы с вами же до этого рассуждали. Насколько Иоанн до конца понимал? Судя по тому, что напишет евангелист Иоанн, креститель, когда будет находиться в тюрьме, отправит учеников, да, и они спросят, ты или тот? То бишь, вот этот голос в том числе нужен был и Иоанну, что Иоанн. И все равно он усомнился. Ты выполнил миссию, да, ты это сделал. Вот, и теперь начинается новый этап. Ну, мне кажется, он знал, но здесь же написано, он понимал свою миссию, как ты Иоанну говорила, потому что он же пишет, я крещу вас водой, но будет тот, который будет крестить вас Духом Святым. То есть, он прям знает, что он делает, он все-таки... Мне кажется, это вопрос каких-то, когда тебе тяжело, ты начинаешь сомневаться. То есть, ты начинаешь сомневаться, может быть, что-то просто неправильно понял. Ну, может быть, такое. Не, ну, а как не сомневаться? Не, боже. Смотри, ты готовил путь для Бога. Конечно. В понимании же, какого Бога, какого миссию ожидали. Миссию освободителя, который придет, освободит Израиль от рабства, поднимет его на самый верх, и все язычники поклонятся. А тут ты, тот, кто готовил, ты где оказался? В темнице. И тебя посадили не римляне туда, а свои за то, что ты обличил во грехе. Ты находишься в темнице. Но вы знаете, друзья мои, Иоанн Креститель, он точно такой же обычный человек. И как нас постигают сомнения, как Марк, между прочим, сдал назад, то Иоанн имеет право тоже на ошибку. Он имеет право тоже сдать назад. Но Бог и сказал о нем. Что в нем стал Иисус, между прочим, вы помните? Кто был Иоанн на самом деле? Он сказал, но больше рожденный, он больше всех рожденных женами, да? Но меньше в Царстве Божьем, больше Иоанна. Вот так интересно Иисус оценил его служать. Я хотел бы, чтобы мы прочитали еще с 12 у нас по 15 текст исключительно. Сразу же после этого Дух Святой побудил Иисуса идти в пустыню. И оставался он там 40 дней, искушаемый сатаной, среди диких зверей, и ангелы Божьи заботились о нем. После же того, как схвачен был Иоанн, вот это очень важная фраза, Иисус вернулся в Галилею, возвещая благую весть Божью. Он говорил, настал час, приблизилось Царство Божье. Покайтись и верьте благой весть. Интересно, Марк продолжает описание этих событий. Он показывает нам, что после того, как Иисус был крещён, он отправляется в пустыню. Значит, там ему служат ангелы, и с другой стороны, там искушает сатана. Нечто подобное мы с вами видим, как будто бы отсылка в рай, в свой Эдем. Когда Адам и Ева ещё ходят среди сада Эдемского, ангелы там рядышком с ним какие-то находятся, и сатана тут же их искушает. И вот Иисус, в отличие от Адама с Евой, он выдерживает это испытание, возвращается назад. И вот это интересный текст. Написано, что после того, как Иоанн был схвачен, Иисус начинает своё публичное служение. И вот мне очень интересно, что начинает проповедовать Иисус? В чём суть его весть? Тяжёлая весть. Тяжёлая? Но он говорит о том, что сейчас вот тот самый момент, о котором вы все читали до этого. Он говорит, настал час. То есть он говорит, вот сейчас то самое время. А чего они так долго ждали? Час чего? Они Мессию ждали. Они ждали Мессию. Они ждали Мессию, и он говорит, настал час. То есть для нас это такая сложная фраза, мы так не говорим сейчас. То есть настал час. Мы говорим, пора. Мы говорим, сейчас твое время. Но он говорит, настал час. Это именно, они знали, о каком часе он говорил. Он об этом много раз потом говорил, и когда проповедовал в синагогах. Он говорил о том, что вот, это то самое время, которого вы ждали. То событие, которое вы ждали. И вам нужно просто идти за мной. Интересно, что в английском переводе пишет То есть оно уже на ладони. То есть, вот я уже протягиваю руку, чтобы просто взяли и приняли. Вот это как здесь оно написано. Ну, а вот эти выражения о часах, о том, что они настали, о том, что уже царство близко. Ну, это пророчества. Вам никакие пророчества? Отсылка к первому ангелу? Из Ветхого Завета. Пока что у нас нет. Это же пророчество Даниила о седьминах. О седьминах, да. Они тоже их знали. Но мне кажется, мы сейчас так как бы уже все... Разложили все по полочкам, да? Да, да. Таймлайн. Прописано все. Где, какие седьмины. Они знали, ждали. Они знали, что это как-то связано, но, наверное, не могли просто так все просчитать четко, вот, как мы сейчас уже это знаем, оборачиваясь назад. Поэтому он им говорит, вот, сейчас то самое. Вот то пророчество, о котором вы читали о седьминах. Вот, сейчас то самое время. То чего вы так долго ждали, да? И вот Назар постоянно об этом вспоминает, говорит, я вот никак не могу понять, вот как этот народ, да, ну, вот представьте себе, вот мы с вами живем в 21 веке, да? Мы же тоже читаем Библию с вами. И мы читаем, что придет определенное событие, когда Бог придет, да? Совершится второе пришествие Христа. Мы тоже этого ждем, да? И у каждого из нас эти события, они как-то в мировоззрении по-своему должны происходить. Кто-то верит, что оно таким-то образом пройдет, кто-то чуть-чуть говорит, что другим, кто-то вообще верит в тайное восхищение, там, да? И вот представьте себе, сейчас появляется Иисус, да? И он говорит, а я уже здесь, уже все. Вот то, чего вы ждали, оно исполнилось. И вот представьте себе, что если ваша точка зрения на вот то, как оно должно быть, будет сильно отличаться от того, как оно происходит в реальности. Что будет происходить у вас в голове? Экспектация и реальность. Да? Шизофрения какая-то, да? Разделение в голове. Они не то ждали просто. Они вот ждали царствия. Ну, откуда мы, может быть, уверены, что мы ждем то самое? Ну, Назар, а давай честно как бы спросим, да, откуда все они это брали? Вот это ожидание. С пророчества, да. Ну, я имею в виду, что ожидания нормальные. Они просто, их фокус сбился за вот эти 77. Да, они там следили, но вот смотрите, фарисеи ведут образ жизни совсем другой. Они обращают внимание на совсем другой. Они ведут себя совсем по-другому. То есть нет любви, вот я бы так. Вот тоже просматривается по всему Евангелии этому, что есть как бы все, структура есть, формальность есть, бюрократия вообще, вот. Но любви... Я понял, ты антибюрократ. Не, мне нравятся правила, мне все это нравится, но когда это без любви, это не работает. Оно вот превращается в то, что люди, они там все исполняют, все, но они потеряли главный фокус. И поэтому они как бы ждут, но они ждут уже вот, уже царствие, ждут им уже это на чего нравится. А что они могут, ну, что они могут ждать по-другому, если они видят фарисеи? Они учить, зарабатывать, жить в достатке, все, стремятся к этой жизни. Это же святая жизнь. Фарисеи кто это? Ну, книжники, фарисеи, вот эта каста высшая. Да, они тянутся к ним, а их вся жизнь построена вот на этом всем земном. И, конечно, они не понимают, ну, и не мессию не ждут, и царствие хотят. Мне кажется, это естественно. Это естественно. Да, со временем. Так и вы спрашиваете, как у нас. Иисус Христос, он не приходит, не побивает их камнями, что вы такие сяки, что вы вообще читали, куда вы вообще смотрели, вообще ничего не понимаете, вы что за ученики такие? Мне кажется, вот он по своей такой любви. Он понимает, что они заблуждаются, что они не туда смотрели, что они другое ждут. Но он им пытается показать, что вот, смотрите, да, вы не совсем понимали, но на самом деле, вот этот час, вот он я. И он пытается их спасти. Он делает все от себя зависящее для этого. По любви. По любви. Да, мое царство, оно вот, вот оно вот такое. Да, да. У меня проблема. Так. Я только что понял, что... Мы для этого, чтобы твои проблемы решать. Мы сейчас сидим, Денис. Сейчас научим. Вот это получается, что весь Старый Завет и Новый тоже продолжает эту как бы тему, что Бог и Иисус все время, они дали нам свободу выбора, и как бы они пожинают вот эти наследства. Мы всегда уходим, и Бог говорит, нет, идите ко мне. Иисус говорит, идите ко мне. То есть, Он дает нам возможность сделать, что мы хотим, и мне кажется, самое большее страдает из-за этого как раз и Бог, и Иисус, кто дал нам свободу выбора. Потому что они все делают, даже до того, что Иисус отдал свою жизнь, чтобы вернуть нас обратно и вернуть нас с любовью. И вот мне как-то даже обидно, потому что вот я смотрю, к сожалению, если бы мне родители сразу передали, когда я родился, сразу передали свой опыт, чтобы я не делал тех же самых ошибок, которые они делали в молодости, возможно, мы бы уже тогда не угорчали Бога так сильно, или Иисуса. Потому что сейчас вот мой процесс, моя семья, мы просто делаем ошибку и учимся. Не надо так делать, не надо так делать, возвращаемся назад к Иисусу. И вот этот длинный процесс, мне кажется, или Богу приятно, что мы процесс этот проходим, и мы все равно возвращаемся к Нему, или ему обидно, что он видит вот этот грех, и он понимает, что каждый человек должен пойти этот процесс, и только после этого процесса или они останутся с Богом, или они скажут, нет, мне этого не надо, мне лучше уже без Бога, я уже буду сам. Как бы чуть-чуть обидно. То есть... Ну, ты знаешь... Дениса обидно за Бога. Я вот думаю, что они такие... Я сказал, кто они. Мы с вами, мы с вами на самом деле, от них ничем не отличаемся, друзья мои. Я вот, знаете как, у каждого, говорят так, у кого что болит, тот о том и говорит. Вот мы каждый читаем Писание, да, слушаем там, подходим к этому же тексту, со своим багажом своих проблем. И мы, читая этот текст, видим те моменты, ну, которые у нас болят. И вы знаете, так же и они читали послания, ну, скажем, тексты Ветхого Завета, и вот представьте себе, вы избранный народ, Бог вас назвал лучшими своими, вы должны для всего мира быть свидетелями, а там отступили, там плен, там то, там не клеится. И вот это все заставляет читать и обращать внимание на те тексты, пророческие тексты, где написано, что Израиль будет снова возвеличен, что Сион будет, значит, на высоте, что все язычники там падут, и все остальное. Кому охота в те моменты, когда вас ведут в плен, читать Исаию, тексты Исаии о страдающем рабе Боге. Да ты сейчас сам страдаешь, тебя ведут в плен. И так же и в нашей жизни происходит. Мы всегда, ну, стараемся Бога как-то подстроить под наши нужды и проблемы. Поэтому в любом случае, Евангелие не зря говорит, что Господь, когда придет второй раз, Он тоже придет так, что застигнет очень многих врасплох. И не надо сильно друг перед другом нам здесь кичиться, что мы там знаем так классное Писание, что можем прям в хронологии, в деталях разложить, как Он придет. Я когда читаю вот такие вещи, какие-то моменты, да, про то, что народ, израильский народ, столько чудес, да, пока Бог его выводил из плена, а они падали, и падали, и падали, и опять хотели обратно в Египет. То есть раз за разом, кажется, мой муж часто так спрашивал, как они, ну вот, они же столько всего видели. Как? Почему? Я не знаю, не дружу случайно. Почему? Я понимаю, что мы не, я так скажу громко, не имеем права их судить. Сто процентов. Мы не имеем права их судить. Когда мы читаем Писание, я стараюсь видеть то, в чем я похожа на них, в чем я так же делаю, как они, где я что-то не вижу, не замечаю, оборачиваюсь обратно и иду обратно в свой Египет. Потому что мы не знаем, как мы бы поступили на их месте, и слава Богу, что они были, были эти люди, которые из этого народа пошли за Христом и узнали весть о Боге. Я за них рада. И они дают нам надежду, понимаете, когда мы смотрим на них и понимаем, как они оступались, и Бог их все равно назад поворачивал, как вы здесь интересно подметили, это значит, что есть надежда для меня. Что вот так же Иисус приходит в мою жизнь, протягивает мне руку свою и говорит, послушай, а царство мое уже близко к тебе, давай поворачивай, поворачивай назад. Ты не на... Вот Иисус снова говорит им, что нужно покаяться. Ты идешь не в ту сторону, поворачивай в мою сторону и дальше пошли со мной. Такая классная фраза, вот то, что Денис сказал, что на английском, да, царство Божье на ладони. То есть вот он стоит с этой ладонью, открытый, нам просто нужно подойти и взять эту же ладонь. Для того, чтобы взять там царство Божье, нам нужно просто взять свою руку, положить в ладони Божье. И все. Да, мне хотелось бы, чтобы мы на этой такой хорошей мысли завершили наше сегодняшнее размышление. Но прежде чем вы пойдете домой, я хотел бы, чтобы вы ушли в голове с одним вопросом. И в следующий раз, когда мы встретимся вновь, мы начнем нашу встречу с ответа на этот вопрос. Хочу, чтобы вы просто себе представили, что, понимаете, вот Евангелие, которое пишет Марк, это не просто какая-то история о каких-то посторонних людях. Это живые люди, которые пережили какие-то опыты. Вот представьте себе, что вы живете в то время, когда проповедует Иоанн Креститель. Вы принадлежите к официальной церкви. Может, вы даже занимаетесь на какие-то посты, совершаете какое-то служение или не совершаете просто, а просто приходите, как они приходили в субботу на свои богослужения. И вдруг появляется Иоанн Креститель. Вот так, как он одет, там где-то в пустыне, в пустыне, где он крестит. Вот честно себе попробуйте, подумайте и ответить. А вы бы пошли к нему? И если бы пошли, то почему? Или если бы не пошли, то почему бы не пошли? Пусть вот этот вопрос останется у вас в голове, и в следующий раз мы на него ответим. Ну, а сейчас я хотел бы, чтобы мы, наверное, закончили наше общение сегодняшней молитвой. Дорогой Боже, мы благодарны Тебе за то, что сегодня Ты даровал нам такую возможность все вместе начать изучение Евангелия от Марка. Евангелие, которое мы верим в то, что откроется для нас глубже, и, возможно, с какой-то другой стороны мы узнаем для себя что-то новое о Тебе и о себе. Ты благословляй нас, веди нас в этом пути, и чтобы те вести, которые мы читаем, те мысли, те примеры, которые мы видим в библейских героях, чтобы они были потом реализованы в нашей жизни, чтобы их пример стал примером для нас. Храни нас, веди, пусть наша жизнь меняется, и в течение всего этого периода изучения, чтобы каждый день мы могли прикасаться к этому Евангелию и постоянно держа не только твою руку, но и твое Царство Божье в своих руках. Спасибо тебе за эту мысль, которую лично я сегодня узнала. Аминь. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!